ребята всем привет с вами александр джурасик возле мы начинаем мы с такой приятной сделки такие сделки просто обожаем да можно бывает купить и генов и баксов за монетки это просто шикарно шикарная сделка была да мы принципе это все дело общее по изичу восстанавливаем в один клик ну вот и все как будто бы ничего у нас и не было ребятки так и теперь 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 что нам нужно давайте мы зайдем куда зайдем вот в мегиста курса и или нет не не мегиста курса у меня еще не готовы а мы зайдем будем прокачивать сегодня уже я повыводил все что нужно чтобы качнуть вот кого диплотатора суперфлаффи нужно же восстановить а то что это мне такое за не до суперфлаффи 30 уровня так давайте сделаем нашего супер-пупер гибрида ну по красоте он крутой он выглядит круто диплозух тоже выглядит хорошо но раскраска не ахте он такой однотонный какой-то а вот диплотатор и другое дело они стоят по 4000 на рынке так что потихонечку я их покупаю и вуаля да вот это у нас такой диаблозух диаблотатор я бы сказал вот это другое дело вот посмотрите на обычного невзрачный такой как диплозух и вот такой вот крутой давайте его откормим на 40 уровень и давайте из этих сделан тоже чего-нибудь покрепче покрепче вот так ну и этого давайте ну как будто бы он не спал целую неделю такие синяки под глазами так это мы сделали да кстати вот турнира маргазавра вот кстати маргазавр ее моем я тоже всего лишь один амаргазавр нужно еще остальных тоже выводить покупать и собирать полные измерения самаргазавров ребятки да у нас как идет еще турнир осталось несколько минут до его окончания кстати давайте мы прочитаем в честь этого праздника эти травоядные животные могут жить до 100 лет если не попадутся в зубы тиранозавров амаргазавра может бегать примерно так же быстро как на сорок со скоростью до 50 км в час ну они типа не очень большие по одним данным там до 9 тонн по другим данным еще меньше но все равно как-то многовато 50 км в час на спине есть огромные гребни до 60 сантиметров в эти вот шипы на шее для защиты и и устрашения как и многие травоядные динозавры амаргазавры перемещаются стадами что помогает им защищаться от хищников ну точнее скармлива самого слабого хищнику так вот у нас турнир как я и говорил я в одном проценте до ошибка не откатился с первого места сколько там до первого места 300 баллов 300 баллов до первого места так но мы пока ребятки сюда идти не будем у нас есть другое важное задание нам нужно дали харин хопса освободить и это дело не простое как вы сами понимаете а давайте мы попробуем сходить амфибийками так 12 12 17 но не шибко короче должно быть нам тяжело так будет бить в два косаря чуть меньше двух давайте вот тебя возьмем тебя возьмем и тебя возьмем я же справлялся с ээээээ с пахи цифолазавры тремя ну такими вот амфибиями думаю справимся так не протоковал нехорошо Гойнлунь предок Тирекса как елетронакс один из самых старых предков Так, нехорошо получилось Нехорошо Ребята, что-то мне кажется Нам сейчас наваляют, как вы думаете О-о-о Да, что-то как-то не хватает нам Селенок, я не успел накопить на первом О-о-о, не Я вообще не Да, у тебя не посмотрел На дичайшую силу удара Лангозавра Блин, ну все, не хана нам Не зашли амфибии Это вам Не пахи голозавров Шинковать, да, сила удара в 3500 В три раза сильнее Чем пахи голозавров Да, я тебе что-то слишком оптимистично Сюда зашел Ладно Возьмем одну амфибию И два хищнишка Два хищнишка пойдут у нас Ну вот так, давай Вот теперь точно справимся Этот два удара точно выдерживает Вот теперь у нас и балов побольше будет Ха, обломись Прикольно получилось Гоэнлунь Даже вот так вот Ну конечно Алангозавр Немного потратить баллов Всего лишь два У него еще один останется В запасе Но у него дико сильный удар Но зато мы его пробьем Ну легко Разберем их Ну Это вообще-то легкий очень бой До три хищника А вот дальше что будет Гаденыш перенес один балл Но Блин Но пахи голозавру Нужно тратить Три балла Четыре даже Так, ну и все Мы вроде как справимся Надеюсь На раз, два, три Да Четыре справимся Но впритык Без запаса Так, ну что Давайте смотреть Что там дальше у нас Так, а дальше у нас Не просто Дальше у нас Не просто Ребята Если я сделаю вот так Он подменится на зал Моксиса Вот нехорошо будет На зал Моксиса подменяться А если я его заставлю подмениться На амфибию Амфибию взять какую-то А, травоядных могу сейчас взять Ё-моё Это же Битва травоядных Я уж вообще Подзабыл Про такое дело Он будет бить Ну все равно Никто не выдерживает Здесь много ударов Вот так Вот так Вот так Но все-таки Надо взять будет Одного хищника Мощного Какого-то Ну ему подменяться Сейчас Сейчас незачем В этом главная фишка Так Так, ну давай Не подведи На все четыре Да, точно На все четыре Без вариантов Так Ну теперь Шинкователь Пришел Великий Шинкователь Как бы Раз Два Три Четыре Блин Ааа Так Ну зал Моксис Нас проатакует Сейчас опять же На четыре Очень сильный удар 7800 На все четыре У него выбора нет Но жизни у него Очень мало Раз Два Раз Два Три И вот так Ну у него Точно не Восемь тысяч Атаки будут А всего лишь Пять девятьсот Идем Ворфодон На четыре Давай Индораптору Такие удары Нипочем Так Ну и последний бой Юдон Пойдет Он подменится Пойдет Вот он и давайте сигнича возьмем кусь а нам пахи голозавр в общем-то не страшен ах ты ж ё-моё вот это поворот я одно такое не рассчитывал, да, почему-то ну да, это же логично у пахи кота удар всего лишь в две тысячи ах ты ё-моё, перехитрил меня ну, потратил я баллы всё не по плану не по плану так, а ну как бы смысл у меня этого дела мне, конечно, бы сигнича урхика бы расшинковал лучше, но походу мы сольёмся сейчас не хватит мне баллов не хватит да, он перенёс у него будет пять баллов ну, может я и выдержу два удара от урхика ну-ка, покажите четыре семьсот ха-ха-ха не, вот да, всё один балл решил судьбу не выдержали мы этого дела да ну, причина этому была неправильная расстановка моих динозавров в начале боя так, ну чё нам как бы всё равно у нас есть такой парень мы знаем на кого он подменится блин, хотелось травоядного взять какого-то но у меня сильных травоядных не осталось да придётся идти хищниками ну, распетляем так ну, давай, давай, меняйся на скафагната, конечно, пять тысяч сил удара да, давайте, пофигу, в принципе, если пробьёт на два, не страшно ну, надо делать так, конечно потому что пришлось бы все баллы потратить пахикам это не прикольно ну, мы уже победили на, на мы делаем финт ушами меняемся на сородича я даже поставлю один балл, чтобы был сюрприз ну, и делай теперь, что хочешь на все пять вот так вот это называется ловля на живца но мы помним, что дико сильный четыре семьсот силы удара у урхика вот, ну и я его съем эрлифнозавром ну что, рискнёшь? не рискнул слабак так, и там уже амаргазаврик нас должен поджидаться минут как десять, наверное дали Харин Хоббс, ребятки чего? прикольно, мне не выскочило вот это вот уведомление по поводу того, что я выиграл амаргазавра ну, я думаю, просто когда я выйду и зайду в игру оно мне выскочит давайте тогда мы посмотрим на дали Харин Хоббса вот он вот так вот выглядит дали Харин Хоббс первый уровень десятый уровень кстати, давайте его качнем вот такой вот довольно узкая челюсть а кажется, что она у него широкая как у пеликана не туда вот сюда вот такой вот у нас молодец полосатый так, и вот такая вот максимальная раскраска а-ля прям тигр у нас давайте прочитаем дали Харин Хоббс означает длинноносая морда нос у этого создания и правда длинный ну, как и у многих тот же три на кромерум дали Харин Хоббс также обладает длинными тонкими зубами и сильными челюстями что помогает ему ловить рыбу ну, для рыбы сильные челюсти не надо достаточно острых игольчатых зубов поскольку дали Харин Хоббс проглатывал добычу целиком для улучшения пищеварения он также съедал маленькие камни ну, так делают все при длине в 3 метра дали Харин Хоббс меньше по размеру чем большинство автомобилей ну, зачем его сравнивать с автомобилем я не знаю ну, на этом, ребятки я с вами прощаюсь до скорых встреч субтитры сделал DimaTorzok